Добрым людям, доброе время суток. И сегодня мы с вами здесь собрались и выбрали сами тему сегодняшнего вебинара. И будем говорить с вами о наиболее частой причине нашего с вами беспокойства по поводу здоровья. Сегодня об онкологии, об угрозе заболевания онкологическими проблемами говорит весь мир. И меня зовут Татьяна Шевчишина, я врач-нутрициолог, я консультант, предприниматель компании Вижен. Вот уже 19 лет я работаю в новой отрасли правильного питания, в новой отрасли, я бы сказала, современной медицины, медицины будущего. Потому что эта медицина направлена на то, чтобы мы с вами, мы сами с вами разбирались, как помочь своему организму не попасть в серьезные перетряги со здоровьем. А если уже попадаем, то как устроен организм и как нужно, должно с ним обращаться, чтобы усилия наши с вами были максимально положительными. И поэтому сегодня действительно я назвала... ...кторые сегодня не обладают медицинским образованием, вы легко поймете, что же такое онкология, как она происходит, ...что нужно делать, как истинная профилактика влияет на то, чтобы эта беда обошла стороной ваш дом, чтобы она не затронула вас и ваших близких. И самое главное, что же делать, если вдруг что-то происходит, какая-то поломка, и что нужно срочно менять в своей жизни. Вот если вы согласны со мной, что это важно понять и разобраться, и мы вместе с вами сегодня это будем делать, поставьте, пожалуйста, в чат десяточки. Вот те, кто готов работать, разбираться, и кто хочет стать компетентным в этом вопросе. Я жду вашей обратной связи. Отлично. Я вижу, пошли десяточки, все согласны. Ну что ж, а мы начинаем наш образовательный вебинар. И для начала немножко о статистике. Итак, по данным Всемирной организации здравоохранения, РАК входит в топ-10 ведущих причин смерти людей по всему миру. В странах с высоким уровнем дохода ситуация и того хуже. Онкозаболевание уступает по причине смертности только ишемической болезнью сердца и инсультам. Миллионы людей сегодня получают такой диагноз. И миллионы людей умирают, так как официальная медицина, несмотря на все современные и весьма дорогостоящие методы диагностики и лечения, бессильно предотвратить эту горькую участь для большинства больных. Прогнозы ВОЗ тоже неутешительны. Смертность от рака с каждым годом будет только расти. Поэтому диагноз РАК обычно воспринимается как приговор. Современная медицина приняла сегодня за официальную версию мутагенную теорию РАКа. То есть мутагенная – это теория, построенная на причине мутации генома клетки. И на основе этого она выстраивает, соответственно, современную диагностику, подходы к лечению, а также практически несуществующую профилактику этого заболевания. Если пытаться вот очень коротенько описать ее суть, то выглядит это следующим образом. По необъяснимым причинам в клетке происходит мутация, то есть поломка ДНК. ДНК – это нить о наследственной информации, которая расположена в ядре клетки. Эта поломка приводит к радикальным изменениям в жизнедеятельности клетки и делает клетку канцерогенной, то есть раковой. Эта клетка, в свою очередь, начинает активно делиться, образуя опухоль. Иногда эти изменения в клетке наступают из-за раковых генов, которые, опять же, по неизвестным причинам включаются в одночасье и вызывают появление опухоли. Примером таких раковых генов могут служить недавно открытые гены рака груди. Именно их наличие и привело, например, известную киноактрису Анжелину Джоли к профилактическому, в кавычках, удалению обеих грудей. Ну, я думаю, вы это слушали, слышали, да, такой вот факт, меня он тоже потряс, как женщину. Вот настолько человек уверовал в то, что если есть такой ген, если медицина ратует за то, что это виноваты вот эти гены, то тогда нужно просто вот удалить грудь, чтобы не было рака. И как нам объясняет современная онкология, эти мутации гены здоровых клеток могут происходить внезапно, а причинами являются либо поломки в генах, которые с возрастом становятся все больше и больше, либо другие гены-регуляторы, а также гены болезни, которые включают сам процесс образования опухоли. Вот такая официальная версия. И вы знаете, вот когда ты эту версию послушаешь, что ты понимаешь, что таким образом у большинства людей культивируется фаталистическое отношение к раку. Ведь коварная болезнь якобы может внезапно поразить каждого из нас. Худых и полных, и спортсменов, и офисных работников, молодых и старых, тех, кто ведет здоровый образ жизни, и тех, у кого Макдональдс – образ жизни. Лечить же эту напасть, по мнению официальной медицины, нужно только самыми жесткими методами – хирургии, химиотерапии и лучевой терапии, так как другие, менее сильные методы, с такой болезнью не справятся. Единственный способ удаления опухоли – одним из вышеперечисленных способов. Но, как говорят, нет опухоли – нет проблемы. Вот такая вот версия, и напишите, пожалуйста, в чате, поставьте пятерочки, те, кто уже сталкивался с такой теорией, те, кто это слышал, и те, кто понимает, что речь идет, в принципе, о раннем выявлении мутированных клеток, раннем выявлении опухоли. И что врачи считают, что вся профилактика должна сводиться к ранней диагностике уже наличия опухоли. Вы знаете, меня потрясло, когда я недавно узнала, что у нас в Думе пролоббируется вопрос о том, чтобы назначать врачам денежную премию для того, чтобы они диагностировали у населения, охотно диагностировали, особенно в ранних стадиях, опухолевый процесс, онкологический процесс. Я так предполагаю, что это приведет к тому, что если будет вот это разрешено, на самом деле произойдет следующее, что сегодня, на сегодня уже известно, что где-то одна треть всех анализов на онкологию, вот таких скрининговых, они являются ошибочными. То есть это вот и нахождение, вот, скажем так, онкологических, да, обрывков онкологических клеток по тестам крови и так далее. То есть вот все эти вещи, они, конечно, приведут к массовой истерии к тому, что сегодня люди просто будут в ужасе бегать по больницам и обследоваться, а врачи будут получать за это премию. Ну, мы сторонники совершенно другого подхода, и давайте разберемся, что же на самом деле контролирует работу наших генов. И мы вернемся к началу 80-х годов, когда было решено начать работу по прочтению всего генетического кода человека. Оказывается, что различные факторы, воздействующие на клетку, вызывают различные реакции и приводят к тому, что открывается определенный участок ДНК и синтезируется определенный белок. Брюс Липтон, основатель науки эпигенетики, доказал своими исследованиями, что если изменять условия, в которых находится клетка, то она будет вести себя по-разному, синтезируя различные белки, которые, в свою очередь, влияют на изменения не только функционала клетки, но и ее на морфологию, то есть настроение. Из этого следует, что факторами, которые контролируют наш геном, наши гены, на самом деле являются факторы вне клеточной среды. То есть, посмотрите, наша клетка, она зависит от того, что находится вне клеточной среды. И эти самые факторы, разные факторы, могут вызывать разные изменения в выработке белков, разных белков, в зависимости от воздействующего фактора. К таким факторам относятся все виды токсинов. То есть, как экзогенные, которые попадают изнутри в наш организм, нашу клетку, так и эндогенные, то есть те самые токсины, которые вырабатываются в нашем собственном организме в результате хронического воспаления, хронической интоксикации, процессов, которые приводят к разложению ткани. Кроме того, к управляющим факторам, но уже в хорошую сторону относятся питательные вещества. Кроме влияет того очень серьезная разница потенциалов между клеткой и межклеточным пространством, гормоны и другие биохимические вещества. Кроме того, на клетках клетка очень чувствительна к микроволнам, к электромагнитному полю, к радиации и другим факторам внешней среды. Но большинство этих факторов мы можем, на большинство этих факторов мы можем повлиять своим восприятием окружающих условий и своим поведением. Это хорошая новость. Таким образом, наше восприятие этих факторов, наше поведение относительно этих факторов и является тем самым контролем, которого не нашли наши генетики, искающие контролирующие гены. И тут, ну, как говорится, выбор за нами. Если для облегчения понимания сильно упростить вам эту картинку, то большинство из нас делают, например, следующие деструктивные действия. Ну, например, действия в нашей жизни, которые ухудшают состояние генома клетки. Например, мы питаемся в заведениях фастфуда, и в результате наши клетки недополучают большую часть необходимых питательных веществ и витаминов, но зато получают канцерогены в виде усилителей вкуса и консервантов. Вместо воды мы пьем Кока-Колу, содержащую 13 ложек сахара, и почти смертельный химический состав. Вместо здоровых жиров, необходимым нашим клеткам, мы употребляем картофель фри и другие блюда, которые содержат так называемые трансжиры, которые мешают нормальной работе мембраны оболочки клетки, нарушая ее проходимость, и тем самым полезные вещества в клетку не поступают, а вредные оттуда не выходят. Мы сегодня очень мало двигаемся, проводя время в офисе сидя, а дома зависаем на диване возле телевизора или компьютера. Поставьте, пожалуйста, десяточки. Кто узнает себя в каких-то вариантах или своих знакомых, поставьте, пожалуйста, десятки. Что сегодня этот образ жизни, эти факторы я не придумала. А выезжая на отдых, мы очень часто мажемся канцерогенным солнцезащитным кремом, защищаясь от солнышка, от жизненно важного витамина D, который на 80%, обратите внимание, на 80% предохраняет от всех видов раков. Давайте дальше посмотрим. Мы с вами чистим зубы пастой с нейротоксином и канцерогенным флюороидом. Вот этот вот флюорид с фтором, да, сегодня, ну, попробуйте найти пасту сегодня в магазине, которая не содержит этот канцероген. Вы знаете, сегодня нужно держать ухо востро, прежде чем покупать продукты, с которыми вы имеете постоянный контакт. А прививки, да? Мы делаем прививки себе и детям, набивая естественный иммунитет и вызываем многочисленные аутоиммунные заболевания, хронические заболевания, аллергии, и даже рак. И мы находимся с вами в стрессе, в постоянном стрессе от повседневной заботы и проблем, что сбивает наш нормальный метаболизм, увеличивает воспалительные процессы, которые очень часто являются при раковом заболевании. Вы знаете, сегодня большинство врачей считают стресс очень сильным фактором, который, нарушая вот эти самые метаболизмы в наших клетках, фагмируя, зажимая сосуды, очень часто провоцирует у людей начало онкологической мутарки. То есть, знаете, как говорят, жил-жил человек, потом что-то случилось, какое-то горе и понеслось. вот мне кажется, это очень четкое такое понимание. И что мы имеем дальше? Дальше развивается вот так называемая страх онкологии. То есть, мы переживаем, что когда подойдем к возрасту, например, папы, мамы, дедушки, бабушки, дяди, тети, которые страдали онкологией и которые умерли от этого, то с вами произойдет то же самое. Это только добавляет ежедневному стрессу, мешает выступать и может выступать, вернее, в качестве так называемого ноцебоэффекта. Это эффект ожидания плохого. Вот есть плацебоэффект, когда человек получает хорошую, хорошие, да, как бы, вести и он может выздороветь от проблемы. Так вот, наоборот, нацебоэффект, это сегодня выделяется врачами как эффект плохой вести, эффект плохого ожидания. И вы знаете, очень часто болезни, ожидания болезни значительно увеличивают вероятность наступления этого замечательного в кавычках периода. И какой же мы можем ожидать эффект отописанного выше образа жизни и восприятия? Как на это будут реагировать наши клетки и какие гены они будут активировать? Итак, если проследить всю цепочку, вот как в игре домино, то когда клетка недополучает питательных веществ, находится в токсической среде, то нормальные процессы в ней нарушаются. клеточные митохондрии, это такие органеллы, производят гораздо меньше энергии и процесс сжигания кислорода нарушается. PH цитоплазмы сдвигается к акцидозу, то есть внутри происходит закисление и в клетку проникают многочисленные микробы, вирусы и грибки. Это состояние может вызвать мутацию веточки ДНК и привести к ее быстрой смерти. Чтобы выжить в таких условиях, клетка включает древний генетический механизм выживания, то, что в онкологии называется раковой мутацией гена и образованием быстро делящейся клетки. То есть смотрите, к чему это я? то, что онкология, быстрое формирование быстро развивающихся клеток, которые могут жить в этих изменившихся условиях, это тоже, как ни было бы странно, защитный механизм выживания самого организма. То есть у клетки стоит выбор либо погибнуть от того в тех условиях, которые мы ее поставили, либо мутировать с образованием клетки, способной выживать в любых условиях. Вот мне кажется, вы уже понимаете, к чему я клоню, что точно так же ведут себя вирусы, точно так же ведут себя бактерии. Чем больше мы их травим, тем они становятся более сильными, тем они более устойчиво смотрят на все вот эти вот, как говорится, воздействия химии, и тем быстрее размножаются эти клетки. вот такая вот игра в домино. И что же делать из вечной русской вопроса? Что же делать? Ну, так как кто виноват, мы уже разобрали, давайте уже как бы говорить, что делать, какие принципы поздравления, помощи самому тебе мы можем делать для того, чтобы вернуть клетку в ее нормальное состояние. Ну, если слово расколдовать будет так уместным, то есть можно расколдовать, можно привести в нормальное состояние онкологическую клетку, чтобы она вспомнила о том, что она может жить и работать нормально, либо организм включит состояние уничтожения раковой клетки, а на месте ее появится новая живая клеточка. Итак, первонаперво, конечно, нужно устранить причины заболевания, а для этого нужно не больше, не меньше, а проанализировать весь свой образ жизни. Наверное, нужно вспомнить про то, какие факторы, которые могли бы привести к изменению метаболизма в клетке имеются в вашей жизни. Ну, помните эти слайды, да, про питание, про химическое воздействие, про вредности, может быть, это большое количество стресса в вашей жизни, может быть, это неправильное питание, может быть, это токсичные окружения. Очень часто я, например, наблюдала онкологические процессы у людей, которые работают с химией. То есть на каждом производстве, в каждой работе есть какая-то вредность, проанализируйте это, обратите на это внимание. Очень важно еще обратить внимание на такой момент, как время, время контакта с вредностью. И, конечно, устранение причины заболевания нужно помнить, почему, потому что сама раковая клетка это следствие, это следствие мутации, следствие изменения ее метаболизма, а задача исключить те самые токсичные негативные факторы именно из вашей жизни. Второй шаг, который нужно и должен вам сделать, это восстановление энергетического уровня. Помните, я вам говорила, что клетка, которая снижает свой внутренний энергетический потенциал, она становится клеткой, которая может смутировать, которая может перейти в раковое состояние. И сегодня энергетический потенциал восстанавливается тремя способами. Это правильным питанием, это природными факторами, такими, как солнце, вода, и это позитивными мыслями. Для того, чтобы взять полезную энергетику из природы, очень полезно ходить досеком. Если вы живете в шумном городе, если вас окружают техногенные процессы, почаще выбирайтесь на природу, позволяйте себе ни о чем не думать, освободите свой мозг от каких-то связанных беспокойств, каких-то раздражителей, для того, чтобы вы могли максимально, максимально разрешить своему организму и своим клеткам восстановить вот эту энергетику. Детоксикация организма – это, конечно, крайне важная часть комплексного подхода. Детоксикация позволяет вернуться к нормальной работе вашему кишечнику, вашей печени, вашим почкам, лимфатической системе и иммунной системе, что абсолютно необходимо для борьбы с раковым процессом и восстановлением больного. Способов детоксикации на самом деле предлагается множество. Мы поговорим только о наиболее таких распространенных, но любая детоксикация, любое физическое очищение организма приветствуется в данном случае. В нашем сибирском регионе очень популярны вани и сауны. Я даже знаю, что президент нашей компании очень тоже приветствует наши все банные и сауновские процедуры. Почему? Потому что в банной и сауне происходит очень глубокая очистка лимфатической системы. За счет температуры открываются поры и вместе с порами выходят токсины. Еще повышенная температура в данном случае она очень хорошо влияет на здоровые клетки и совершенно плохо ее переносят онкологические клетки. Поэтому например в Японии есть даже такой способ лечения рака как гипертермия то есть нагревание организма до условно критичных температур. Кроме того в качестве детоксикации прибегают например к таким методам как физические нагрузки с обильным потоотделением соковое голодание то есть человек голодает с употреблением свежевыжатых соков то есть эти все методы работают на выведение токсина. Ну и конечно же мы не можем обойти такое уникальное предложение которое сегодня одним своим названием голосует за детоксикацию это формула нашей компании детокс которая является метелкой на клеточном уровне на самом деле способна очистить токсины как внутри так и снаружи клетки поэтому институт питания российской академии медицинских наук институт имени Блохина это огромный институт я не знаю сколько там корпусов наверное огромное количество огромная территория который проводил клинические испытания нашего детокса назвали его противораковой диетой и мы рекомендуем любому человеку сегодня живущими на земле в таких серьезных условиях использовать эту формулу как для профилактики так и для восстановления здоровья при уже имеющемся процессе помните что особенностью этой формулы является стопроцентная стопроцентная натуральность экологичность и высочайшая биодоступность на сегодняшний день биодоступность формулы детокса составляет 98% она усилена еще экстрактом коры кошачьего когтя и эфирными маслами имбиря не знаю что может быть лучше потому что растительная детоксикация такая простая водобаваримом виде в очень доступной цене ну у всех у нас с вами на самом деле имеется возможность такого воздействия ну и конечно же конечно же неправильное питание как следствие сильное нарушение метаболизма клеток с их трансформацией в раковые не всегда является главной причиной но точно способствует любой онкологии и устраняется это правильной диетой и биологически активными добавками вот именно такая формула сегодня ведущими онкологами которые радуют за здоровое восстановление клеток принято то есть противораковое питание плюс биологически активные добавки итак давайте сначала поговорим о питании какая же противораковая диета должна быть благодаря этой противораковой диете клетки будут голодать раковые клетки и взамен будут получать сильные противораковые компоненты такие как флавоноиды антиоксиданты витамины минералы иммунитет будет восстанавливаться так же как и другие системы организма в основе этой диеты лежит полный отказ от животного белка почему я вам скажу потому что белок животный белок дополнительно вносит закисление в клеточную цитоплазму поэтому если у вас обнаружен такой процесс отказ от животного белка должен быть категоричным и немедленно следующий продукт который от которого нужно отказаться это сахар и белая мука почему объясняю потому что раковая клетка мутирующая клетка она переходит на другой способ питания на другой способ добычи энергии она переходит на глюколиз то есть она переходит на чистую глюкозу это значит что чем больше чистой глюкозы будет вашей в организме в продуктах питания тем больше вы будете кормить именно онкологические клетки из растительных масел допустимо оставить только кокосовое оливковое льняное и конопляное вот именно четыре этих масла не вызывают повреждения клеточной мембраны помните я вам говорила что вся проблема в том что при изменении метаболизма в онкологической клетке оболочка становится плотной и не выпускает токсины наружу так вот именно полезный омега масла присутствует вот в перечисленных маслах и омега 6 присутствует в наиболее распространенных растительных маслах на столах наших соотечественных от соотечественников и не только для энергии витаминов и минералов нужно употреблять следующие зерновые это неочищенный рис амарант овес киноа гречка и ячмин не так много зерновых которые можно употреблять обратите внимание что это нужно знать и в магазине тоже обращать внимание именно на правильные продукты семена какие семена рекомендуется для полезных жиров это семена льна грецких орехов орехи макадания тыквенные семечки кукурузные зерна и пожалуй все из животных жиров сливочное масло лучше топленое масло рекомендуется это отличный источник полезных жиров следует при этом употреблять много моркови брокколи капусты шпината помидоров свеклы малины голубики клубники и яблок причем все это желательно должно быть органическим или выращенным в той же местности в которой вы живете из свежевыжатых соков рекомендуется не менее полулитра морковного сока сок капусты шпината сельдерея имбиря и немножко свекольного сока вот такое вот питание рекомендуется как противораковое питание секундочку итак многие виды рака мы вам с вами говорили вызываются микробами то есть когда в клетке нарушается закисляется внутренняя среда это очень хорошая среда для развития патогенных микроорганизмов и поэтому очень много патогенных микроорганизмов обнаруживается в раковых опухолях и если мы с вами позаботимся о антимикробном антимикробной частоте наших клеток то конечно же мы значительно повысим иммунитет и существуют так называемые антимикробные протоколы в очень многих сегодня противораковых протоколах механических рекомендуется эффективные препараты с коллоидным серебром среди всех продуктов они стоят на первом месте и в компании в нашей компании существуют уникальные формулы формула вот уже которая 20 почти 24 года защищает наши с вами клетки от вирусов бактерий формула которая не вырабатывается привыкание в отличие от антибиотиков формула которая не имеет абсолютно никаких противопоказаний это конечно же урсу коллоидное серебро золото и медь выступают натуральными естественными антисептиками 650 видов бактерий вирусов и грибов просто не устоят перед этой формулой поэтому если вы хотите чтобы у вас не было онкологии если у вас есть уже какие-то предраковые заболевания обратите внимание на эту формулу и позвольте своему организму дайте возможности время своему организму полностью очистить клетки с помощью этой формулы от патогенных микроорганизмов вы знаете я очень люблю урсу я как доктор очень долго страдала хроническими воспалительными процессами носоглотки у меня удалены миндалины у меня был хронический отец детства затем о взрослом возрасте это все перешло хронический гайморит вы знаете только благодаря вот этой формуле детоксу поднятию иммунитета на сегодня это все в прошлом и конечно же та энергия которая освободится после увеличения здоровья вашего иммунитета она пойдет на пользу всем клеткам и это будет очень это эффективно противораковую борьбу сделать очень эффективно после удаления микроба из раковых клеток они как бы переключаются с гликолиза на нормальный метаболин представляете какие чудеса наш организм умеет это делать он умеет вот эту заблудившуюся клетку которая ну как в моем представлении она просто находится в таком ступоре что ей делать да как защищаться от этих вот факторов внешней среды и в этот момент когда вы ей поможете протянете руку помощи у нее нормализуется метаболизм и она снова становится нормальной здоровой клеткой ну мне кажется это на самом деле достойно аплодисментов это настоящие чудеса следующие феномен связан с нарушением метаболизма раковых клеток ну как я вот уже обмолвилась раковые клетки они в результате гликолиза производят молочную кислоту ну примерно я вам могу это подсказать то же самое происходит если человек например длительно занимается какой-то физической активностью затем ломит мышцы так вот мышцы ломит в результате образования молочной кислоты вы все это знаете да что вот после если долго не тренироваться потом побегал и потом в мышцах возникает боль так вот оказывается наши раковые клетки в результате гликолиза вот у них такой метаболизм представляете они тоже вырабатывают эту же самую молочную кислоту которая сильно закисляет клетки что делать организму эта молочная кислота попадает в печень где она снова преобразуется в глюкозу с большой с огромной затратой энергии которая снова употребляется больной клеткой именно этот процесс у онкологических больных приводит к ахексии и смерти вот ахексия это истощение то есть вот этот бесконечный бесконечный вот это вот борьба с молочной кислотой которую ну можно сказать так отрыгивает больная клетка вот она так забирает вашу глюкозу вырабатывает молочную кислоту организм с усилиями затраты энергии опять из этой молочной кислоты образует глюкозу то есть он находится в этом порочном круге и нарушить этот цикл можно строгой антираковой диетой которая резко ограничит поступление глюкозы и простых сахаров в организме гипердоза витамина С вот мы тут поставили лимон потому что это известный феномен что онкологическая клетка не может отличить витамин С и глюкозу ну вот такая вот физиологическая слепота и тем самым употребляя витамин С вместо глюкозы останавливается этот патологический цикл и питание раковой клетки за счет гликолиза резко нарушается энергия организма больше не уходит на этот процесс и больной восстанавливается нормальную энергетику нормальный метаболизм клетки это значительно уменьшает боли которые по большей части возникают именно из-за этой молочной кислоты кроме того употребление лимонной воды приводит к изменению PH внутренних PH организма и вы знаете сегодня очень много в интернете есть выкладок о том что нужно пить воду с лимоном потому что именно лимон но он в разы в сотни в тысячи раз превосходит любую химиотерапию но самое главное обратите внимание у него нет противопоказаний у него нет побочного действия всей этой химии и на самом деле лимон только принесет пользу как источник витамина С все комплексы с антиоксидантами все биологически активные добавки с витаминами С у нас это антиокс у нас это ревлон который мы ожидаем везде без витамин С все будут работать против нарушенного метаболизма больной клетки следующий компонент который мы с вами можем использовать это насыщение организма кислородом попадая в раковую клетку кислород убивает в ней микробы и восстанавливает в ней нормальный метаболизм насыщенный кислородом ткани является неблагоприятной средой для роста опухоли вот почему прогулки на свежем воздухе занятия спортом прием ванн с перекиси водорода тоже являются оздоравливающими компонентами кроме того ученые сегодня нутрициологи выявили что продукты богатые каинзимом Ку-10 восстанавливают нормальное потребление кислородом клеткой ну поэтому конечно как же обойтись в правильном питании без гранатина Ку-10 невероятный помощник который содержит каинзин Ку-10 то самое правильное клеточное питание которое реимирует наши с вами здоровые клетки восстанавливает дыхание гликолизного цикла на нормальной митохондриальной больной клетки и тем самым мы с вами просто-напросто реимируем здоровье нашего организма потрясающий комплекс потрясающий да кроме того что он содержит каинзим Ку-10 энергию да для наших здоровых клеток кроме этого это еще потрясающий набор антиоксидантов которые так важны для нормального питания и метаболизма ну и конечно же поднятие иммунитета является абсолютным условием успешного лечения онкологии и во всем мире сегодня уже принято и доказано что самым лучшим для поднятия иммунитета является употребление растительных комплексов из наших продуктов вот если брать по составляющим по растениям которые максимально работают на реанимацию иммунитета при онкологии это конечно хромвитал и деток хромвитали это конечно наши любимые спирулина потрясающая водоросль богатая всем микроэлементарным составом земли это наш любимый женщин да иммуномодулятор и адаптоген ну и конечно же кошачий коготь про который я вам уже говорила но он активирует клетки иммунной системы буквально в течение нескольких часов 6-8 раз поэтому ну невероятный продукт который не имеет никаких побочных действий возможно многократное увеличение дозировки смотрите по переносимости я знаю людей которые употребляют и флакон и 6 и 7 флаконов за день при необходимости не вызывает никаких побочных эффектов а приводит ну по полному замечательному восстановлению иммунитета ну и конечно же психологическая помощь это обязательный компонент лечебного комплекса помимо того что психологический фактор может быть первичной причиной онкологии он также играет очень важную роль в течении этого заболевания как правило больные с онкологией подавлены депрессивны озлоблены и все эти и другие негативные эмоции нарушаются без того нарушены метаболизм их клеток эффективность иммунной системы и энергия клеток снижена и поэтому нужно очень важно помочь человеку избавиться от таких состояний выбрав подходящие для него методы это может быть медитация это может быть опытный психолог это может быть акупунктура рейки йога несмотря на то что больной переживает возможно самый серьезный период в его жизни необходимо найти возможность для того чтобы научить его уделять побольше времени для себя и получения удовольствия вот смотрите получение удовольствия есть равно повышение энергии клетки то есть любые положительные эмоции это может быть какая-то музыка это может быть еще раз говорю общение с природой это может быть какие-то занятия которые отвлекают человека и дают ему массу положительных эмоций то есть все что не вредит окружающим то что ну не вступает в конфликт каким-то законом все приветствуется то есть человек должен понять что все возможно возможно полное излечение полный уход от проблемы такой проблемы клетки нужно просто создать правильный условие вы знаете я приведу вам такой пример когда я училась на кафедре психологии медицинского института нам приводили такой пример что однажды к врачу обратился мужчина с жалобами на боли в желудке на отрыжку ну вот такие банальные жалобы на снижение веса и когда мужчину отправили на обследование обнаружилось что у него онкология в четвертой стадии ему назначили операцию и когда на операционном столе вошли брюшную полость оказалось что метастазы уже поразили все органы и врачам ничего не оставалось как принять решение ничего не делать то есть зашили ему брюшную полость и больному сказали что успешно проведена операция ему нужно отправиться на реабилитацию родственникам сказали чтобы они готовились что ему осталось буквально максимум несколько месяцев так как мужчина был пенсионером он поехал к своему давнему товарищу где-то в тайге тут работал то ли егерем то ли лесником ну вот я помню что все лето в тайге с ним он ходил по ягодам по грибам обходил его угодья а осенью приехал на осмотр и когда он зашел в кабинет врача розовощекий набравший вес с хорошим тонусом с улыбкой на лице у врача был шок вот вы знаете я тогда тоже не очень поняла как это может быть вот для моего тогдашнего опыта это была что-то козуистическая какая-то история но сегодня я понимаю что вот такое сильное сильное психологическое воздействие когда человек уверовал в то что все хорошо и причина устранена смогло изменить метаболический ресурс его организма создать условия для того чтобы здоровая клетка дальше развивалась а онкологическая клетка у нее два пути либо апоптос то есть дает команда к самоуничтожению либо она перерождается в здоровье сегодня я вам показала что это возможно на разных уровнях воздействия внешних факторов на нашу с вами клетку то есть я хочу сказать темными словами что наш организм очень мудрый он умеет все он умеет выживать в неблагоприятных условиях которые вы его поставили и он имеет точно так же возвращаться к нормальной жизни если вы создали благоприятные условия для его нормального метаболизма клетки вы знаете сегодня я постаралась говорить просто о сложной и сегодня я убеждена что проблема в том что сегодня выживает только 5-7 процентов людей которые обращаются к классической медицине в том что все методы которые используются они добавляют процесс воздействия на клетку патологического они уменьшают я уже слышала много раз что люди которые принимают химиотерапию лучевую терапию умирают как раз не от онкологии а побочного действия вот этой химии и вы знаете сегодня статистика она говорит о том что даже если поставлен диагноз в ранней стадии если даже произошло какое-то там удаление опухоли то велика вероятность рецидива и очень часто люди не знают как себя правильно вести они возвращаются к обычной жизни считая что слава богу там опухоль удалили а на самом деле нужно говорить о причинах возникновения мета циклета мы с вами сами наш образ жизни что мы живем как мы едим как мы относимся к себе как мы относимся к окружающей среде вокруг нас и являются теми плечевыми факторами воздействием на которые можно либо избежать этого страшного процесса или попасть вот в этот бесконечный круг людей которые сегодня находятся в онкодиспансерах стоят на учетах попадают на бесконечную химиотерапию и так далее поэтому обратите на сегодняшнюю школу глубокое внимание я в нашем продуктовом чате выложу источник по которому я готовила это серьезная медицинская книга там там есть даже расположены адреса и протоколы клиник в которые сегодня врачи альтернативной медицины берутся без химии без тяжелых этих восстанавливать здоровье но уже даже то что я вам сказала да используя вот эти источники вы сможете рассказать и помочь своим близким о том как можно на 98% избавиться от онкологического процесса с помощью знания о здоровье клетки я считаю что это должны знать все потому что онкологический бизнес сегодня это бизнес и там никому не нужно здоровые там огромные миллионы долларов зарабатывают на страхе на том что вырабатываются все новые новые лекарства новые новые вакцины новые химиопрепараты и вы знаете только здоровых не становится больше и до тех пор пока мы не будем говорить о том что нужно смотреть в другую сторону не искать волшебную таблетку от онкологии а понимать почему в твоем организме из здоровой клетки возникает больная что ты делаешь не так какую нужно вернуть организму среду что нужно сделать для того чтобы организм справился с больной клеткой вернул ее в здоровое русло и организм наконец-то вдохнул спокойно и получил то самое замечательное здоровье которое так необходимо меня например потряс тот факт что сегодня используя методы натуральной медицины сегодня вот натуропатия и знания физиологии способна вернуть к жизни 98% больных даже с четвертой стадии ребята это просто потрясающе то есть представляете да просто тупо сидеть получать химиотерапию или сделать просто перезагрузку метаболическую организму что проще что проще что безопаснее главное такой процент огромный процент выздоровления о котором сегодня молчат потому что на самом деле это невыгодно мы то с вами должны этим заниматься мы с вами работаем с натуральными комплексами мы сегодня работаем в сфере знаний в сфере передачи этих знаний поэтому помните про то что какие продукты способствуют здоровью клетки какие факторы не способствуют еще раз проанализируйте то в каком мире вы живете что в вашей среде можно уменьшить что воздействует токсично на ваше здоровье искорените это в своем окружении по максимуму уберите обезопасность и конечно же конечно же используйте наши замечательные формулы не зря сегодня компания наша гордится огромным количеством людей миллионов людей с возвращенным здоровьем этому имеется серьезное научное обоснование большое спасибо запись я обработаю и выложу в наших чатах наберитесь терпения мне нужно дать этой записи форму которая будет сохраняться и вы сможете еще раз переслушать выписать может быть то что вы не успели записать еще раз прослушать и задать те вопросы которые у вас появились еще раз говорю что я выложу источник в чате покажу вам книгу которую можно купить и в которой это очень подробно все описано и протоколы и методы и там вы найдете знакомые названия и можете их использовать для помощи себе и своим близким большое спасибо мы с вами большие молодцы уложили в чат времени надеюсь я вас не сильно утомила хорошего вечера и плодотворного дня завтра буду отеля по-английски Продолжение следует...